Итак, вы решили уйти во фриланс. Завода. Вы такой красивый, классный, работаете на предприятии, не знаете бед. Вы поднимаете экономику и верите в светлое будущее. Вы встаёте с пением птиц и ложитесь, так не увидев на часах по нулям. Вы делаете то, что говорят, и не задумываетесь о лишнем. Неплохо получаете, не голодны, вроде всё норм, но... Вас зачем-то трахает словосочетание удалённая работа и фриланс. И понеслось. Вы увольняетесь и думаете, что протянете на то, что скопили на поездочку к морю. А чем же заняться? В школе вы вроде неплохо рисовали. Почему бы не стать художником-иллюстратором? Цифровое искусство открыто сейчас всем. Вы устанавливаете фотошоп. А, нет, его же нужно купить. Но вы не из тех мест и не знаете этого. Оказывается, что рисовать мышкой не так-то и просто, но на графический планшет вас жмёт. Да и вы развили ловкость правой руки, потому что у вас нет девушки. Планшет оделохов. И вам нужно познать дизайн. Дизайн, дизайн. Вы погоните инстаграм своими портфолиоами. Портфолиоами. Вы регистрируетесь на биржах фриланса. Они все плат. Вы переходите на правильное питание, потому что это дешевле и потому что вы профессионал. Вы начинаете оставлять заявки. Но ваши заявки чмошные. Вуаля, кто-то отзывается. Забудшая душа? Да нет, это заказчик. Вы пытаетесь договориться. У вас спрашивают портфолио, а вы спрашиваете техническое задание. Вы понимаете, что не все так просто. Но заказчик-то знает, что он хочет. Раз-раз и готово. Вы показываете, что вы натворили заказчику. Он не находит слов. Поздравляем, это ваши первые правки. Правки абстрактные, потому что нет технического задания. Технического задания нет, потому что вы не додумались составить его по брифу, который нужно было сделать на первом этапе. Вы не так умны, но вы упорны. Поэтому вы делаете еще раз, потом еще раз. О, вроде то. Заказчик не отклонил вашу работу. Но тут вы понимаете, что вы не взяли предоплату и вас просто прокинули. Больно. Вы решаете, что надо больше скиллов. Вам рекомендуют курсы. На последние деньги вы берете один из них. На курсах вы не узнаете ничего нового, но чувствуете, что стали намного круче. Внезапно с одного из сайтов, где вы обмазали стены своим портфолио, вам пишут вроде как приличная фирма и предлагает поработать на них, заработав всю нефть и золото планеты. Но для этого нужно совсем ничего, выполнить бесплатное тестовое задание. Сначала нужно сделать вот такой кружочек на белом фоне, а вторая часть повторить, ну вот это вот с нуля. Вы не спите пять ночей, мышка сгорает, вы не помните, когда последний раз съели и реален ли монитор. По итогу вы отправляете все, что натворили и на что вам говорят. Спасибо, но мы уже нашли другого исполнителя. Ваш зад представляет собой теперь термоядерный реактор. Вы просыпаетесь в холодном поту в бытовке и понимаете, что вы проспали обед, а завод ждет. Не все так плохо, не все так хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...